В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Для Советского Союза это был символ национального престижа, избывшейся мечты, на долгие годы обеспечивавшей уважение к стране всего мира. И до сих пор первый полет человека в космос, как и победа в Великой Отечественной войне, остается в числе немногих несущих стержней российской национальной идентичности. И поэтому не случайно в нашем городе, в Самаре, в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос, в учреждениях культуры проходят тематические творческие встречи. Сегодняшнее мероприятие носит ярко выраженный культурный характер, ведь освоение космоса это единый трудовой и творческий порыв советского народа. И сегодня будут звучать песни об освоении космического пространства, песни, которые вдохновляли поколения советских людей на освоение космоса, на трудовые подвиги. Объединяли общество, консолидировали его, помогали людям, молодым людям становиться лучше. И наша задача приобщить к этой традиции представителей молодого поколения самарчан. Самара отметила дату полета Юрия Гагарина космическим концертом. Про космонавта написано множество песен, самые известные из которых – песни Александры Пахмутовой, на стихи Николая Добронравова «Знаете, каким он парнем был?». В концертно-театральном комплексе «Дирижабль» в рамках одноименного городского фестиваля состоялась премьера программы Самарского муниципального концертного духового оркестра под управлением заслуженного артиста Самарской области, лауреата Губерской премии Марка Когана. И мы подбирали музыку таким образом и программу таким образом, чтобы каким-то образом нарисовать портреты эпохи, если разрешите так сказать. Не знаю, насколько это удалось, но цель была. Проведение городского фестиваля «Знаете, каким он парнем был?» – это значимое событие и не для молодого поколения на примере космической истории нашей страны и родного города. Это преемственность как раз, музыкальная преемственность, чтобы они знали, что это песня про Гагарина, потому что Гагарина не знает, кто такой, а песню «Знаете, каким он парнем был?» – может быть, не все слышали, не все знают. Это знаменитая увертюра Петрова, которая сейчас фоном звучит в исполнении оркестра. Это же великая музыка, передающая как раз всю ту непростую эмоциональную сферу, в которой работали сотни тысяч людей. Несомненно, и сами участники концерта ощутили чувство гордости за свой народ, свою страну и ее героев. В результате такого творческого союза замечательные концерты, которые с большим интересом были приняты публикой, все исполнители выступили достойно. Сотрудничество профессионального коллектива и детей, безусловно, станет новым витком в творчестве юных музыкантов нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова